здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала сегодня пятница 10 августа у меня есть немножко времени перед курсами я решила снять видео выполнить давний запрос показать все мои начатые процессы потому что слышится в видео 13 14 процессов и особенно новые подписчики задаются вопросом а где эти процессы какова их судьба и вот сегодня я всего покажу ничего не утаю все мои секретики вы увидите как у всех рукодельниц у большинства у меня есть вот такой блокнотик где я записываю все мои процессы когда я начинаю когда заканчиваю я вычеркиваю вот 2017 года когда у меня образовалось много много процессов я их все выписала и потом потихоньку где-то что-то дописываю что-то вычеркиваю это в 2017 год начатые вычеркнутые уже которые закончены в 2018 год у меня начался здесь тоже уже кое-что началось кое-что и закончилось и вот на 36 мне было 14 начатых процессов на 29 7 13 процессов начатых вот давайте мы посмотрим все процессы и все покажу расскажу надеюсь вы приятно проведете время под вышивку поехали хочу начать с моих основных процессов над которыми я сейчас работаю я их вам показывала в итогах за июль месяц поэтому пробежимся быстренько вы посмотрите на них я особо останавливаться не буду просто покажу вам их в этом видео что они есть и я над ними работаю но в данном случае тому сейчас основной процесс дизайн маржелин бастин розы в голубой вазе заодно покажу вам продвижение вы уже видите какая красота получается я работаю над букетом очень приятный процесс я в него влюблена и идет очень очень легко и быстро если на самом деле заниматься только этим процессом его за две недели запросто можно вышить ну вот он у меня начался в апреле месяце стартов потихоньку как-то то вышивался не вышивался ну вот посмотрите какая красивая ваза шикарная вот такой букет здесь меня нарисовывается ну и чем я сейчас занимаюсь а вот пришло время распустить распороть то что было ошибочно вышито вот тогда до апреля месяц стартов половинку я уже почти выборала но потихонечку мне есть распарыватель сижу аккуратненько очень стараюсь делать аккуратно все выпарывать чтобы не подрезать основу потому что вы что много это будет просто огромная трагедия очень очень красивый дизайн великолепный я люблю люблю эту работу очень нежная красивая вот это процесс номер один второй процесс бисерный это набор чаревна мыть вышивка как я уже сказала бисером частичная зашивка но здесь очень много вышивается бисером и используется бусины используется также золотая нить для обшивки и стеклярус если я правильно называют ответ бисера очень красивая работа идет у меня по чуть-чуть это процесс этого года в этом году я начала и надеюсь что до конца года мне удастся выполнить здесь все работы и представить вам уже готовы а может быть даже оформленную работу вышивать не нравится здесь идет вышивка арочным швом или швом назад иголка то есть идет набор бисеринок по три штучки и они выкладываются вот такими аккуратными линиями вышиваются здесь одежды ним бы ну и конечно же украшения вот вы видите на первом плане у меня уже есть полностью выполнены все элементы за исключением украшения стола но работа продолжается и конечно же все вам буду показывать еще один процесс над которым я работаю показывала вам в итогах за июль это дизайн анкор из журнала по моему вышивая крестика эксклюзивный проект деревенские лошади начался в апреле месяце стартов долго лежал ну вот наконец-то я собралась и теперь вам показываю мои какие-то продвижения над процессом я работаю пока новая еще ничего не вышивала меня захватил вот букет от маржелин бассейн я над ним работаю ну и об этом процессе я не забываю он очень красивый здесь очень детальная проработка очень хорошо подобраны цвета ну анкором славится до своими прекрасными дизайнами и своим замудренным бэксичем над которым здесь конечно я очень кропотливо работала сложный бэксич но все можно преодолеть просто нужно терпение вот такой у меня часть процесс еще один процесс этого года над которым я работаю но движется пока очень медленно это мирабилия blooming bright вот такая красивая невеста этот процесс я вышиваю на основе от пермин который идет по ключу шоколадного цвета очень красивый цвет но сложно вышивается вышивая ниточками дмс также есть там у меня несколько цветов от пнк все остальные украшения висера все идет по ключу оригинальная ну вот такой у меня процессик на пальцах иногда я берусь за него и по чуть-чуть вышиваю было трудно привыкнуть к такой основе тяжело на ней вышивать но вот можно приловчиться можно подружиться с любой основой и как только я до вышиваю мой букет я немножко больше начну уделять времени и вот этому процессу тоже ну вот четыре процесса мы с вами посмотрели и принесла я еще вот четыре такие папки которых у меня хранятся процессы очень удобные канцелярские папки для хранения бумаг у них есть высота и поэтому сюда очень удобно организовывать процессы потому что сюда очень хорошо становится органайзер пака дубко нитки пяльца и маленькие кюснапы могут поместиться на такие знаете маленькие если выбрать цвет прозрачный то будет видно содержимое упаковки какой процесс вышиваете и легко будет выбирать вам процесс ну вот давайте сейчас по очереди посмотрим все эти папочки первым мы посмотрим наборчик от золотое руно оригинальный набор мне его дарила моя подружка наташа этот дизайн называется на охоте здесь представлен вот такой вот щенок это поинтер наташа не подарила потому что у нас тоже есть такая собака поинтер и здесь представлена сцена как щенок учится охотиться до такой красавчик размер работы 33 на 24 сантиметра ниточки здесь модера 26 цветов дизайнер буйновская любмила ну и конечно же конва цвайка все материалы очень качественные очень приятные давайте посмотрим этот набор я открыла также в движении при месяц стартов вот посмотрите как я на скорую руку организовала мои иглы с нитками такой поролончик но непосредственно вот они ниточки 2 2 планшетки здесь у нас на первой планшетке представлены вот такие коричневато зеленые до пожухлой травы оттенки в большом количестве вот видите по несколько ячейка не занимают черный белый но немножко вот таких каких-то там рыженьких много ниточки нарезка стандартная ниточки модера очень хорошие и вторая планшетка я из нее еще не брала ниточки здесь вот такие темно зеленые оттенки представлены люблю зеленые цвета с этой стороны серенькие светлые темные и коричневые люблю зеленые цвета они успокаивают мне нравится вышивать вот зелень хотя у меня таких работ еще в общем то и не было и вот она канва здесь по моему 18 каунт не буду открывать отрез он весь не поместится в кадр очень очень качественно приятная основа когда берешь вот канву в руки все сразу хочется приступить к вышивке здесь вы видите мое начало и припаркованные ниточки которые так и остались мои первые крестики выполнены в этом совместном проекте очень красиво очень приятно их гладить они такие маленькие аккуратненькие на 18 канве я очень давно уже не вышивала и держа в руках все эти материалы хочется поскорее вернуться и еще мы немножко повышевать отвести душу порадовать себя вот этим наборчиком возможно так и сделаю давайте немножко заглянем схему я знаю это не очень не есть совсем хорошо но мне просто интересно и вот сейчас мне попался листь схемы вот именно фона до который такой кажется сложным я смотрю на схему здесь идет в рубками все идет логические смешанные цвета нет одиночек нет каких-то таких страшных переплетений поэтому вот этот фон который в частности и меня тоже настораживал да вот такой вот сложный мне кажется он будет вышиваться даже интересно и вот вместе с вами снова рассматривая этот набор мне хочется немножко уже вернуться и попробовать повышевать снова этими ниточками повышевать этот дизайн возможно так и сделаю проснулась у меня к нему снова дыбов не буду себе отказывать следующий набор это дименшенс кто за кем наблюдает очень известный очень любимый такой вот дизайн начинала тоже в апреле месяцев стартов давайте посмотрим мой старт вот такая замечательная птичка и часть скворечника вышелась это примерно я начинала с середины работы что сказать вышивается дим легко интересно здесь основа видите да у грей 18 каунта сам дизайн не сложный не много полукреста но вот так как я вышла только серединку здесь у меня в общем-то крестик я не дошла до полукреста особо но по дизайну его много есть не зашитые участки и я знаю что он вышивается легко получается очень эффектно особенно если оформить вот сама работа красивая но когда ее оформить даже вот просто в такую широкую коричневую раму как будто знаете вот реально смотришь в окно на этих кошек очень эффектно смотрится работа в оформлении поэтому если у кого-то она есть вышитая но не оформлено вы оформите вы получите много много приятных эмоций так что мне здесь нитками фон и ужас потому что начинала на скорую руку хотелось попробовать по быстренькому получить побыстрее результат насладиться и вот был смастерён на вот такой органайзер для игл здесь мы видим иглы здесь наверное у меня какие-то бленды тоже вот так все на скорую руку ну и сами ниточки они на планшетках протезис тоже есть иглы в общем этот набор когда я приступлю нужно будет очень аккуратно переорганизовать ниточки уже тут под запутались вот такое дело разберемся разберемся на движение принимала участие и получила от него большое большое удовольствие вот такой еще один у меня наборчик ждет ну и еще одна жертва апреля месяцев стартов это не набор а подбор дизайн анкор не знаю как называется этот дизайн я увидела у галины парадайз на ее канале она хотела вышивать по переизданному дизайну фирме ласка увидела влюбилась выбросила у галины эту схему она мне прислала даже образцы ниточек я сделала подбор в ниточках дмс и в апреле месяце стартов я приступила ну приступила вот так приступила вышла здесь буквально совсем чуть-чуть чтобы попробовать здесь в этом дизайне у анкор используется очень много применяется три четвертых креста не очень и как бы такой простой дизайн но он очень красивый интересный мне понравился здесь весь евро будет и на заднем входе немножко саванны вот такие красавицы зебры вышиваю я на линди двадцать седьмого каунта моя любимая основа цвайгард немножко такой не белый а молочный оттенок сейчас открывать всю основу не буду очень большой отрез здесь кстати размер работы будет 36 на 37 сантиметров такая средняя работа называется зебры я знаю что у анкор есть еще и второй дизайн подобный где идет зебра с малышом здесь две зебра есть еще зебра с малышом и еще пользуюсь случаем хочу обратиться к девочкам спросить может быть у кого-то есть этот оригинальный набор или у кого-то схема у кого-то может быть есть ключ меня интересует вот именно оригинальный ключ к этому дизайну так как я выбирала выбирала ниточки по образцам из ласка там используются ниточки royal бродери китайские соответственно мы все знаем что они не сто процентов соответствуют палитре анкор анкор у нас продается я могу их пойти купить вот если у кого-то есть возможность поделиться ключом я буду очень благодарна и благодаря вам смогу вышить этот дизайн оригинальными нитками без сомнений хотя здесь немного цветов и не сложный дизайн даже в моим подбором получится все красиво но когда вышиваешь в оригинале и знаешь что сто процентов все будет хорошо совсем по-другому как бы идет настроение вышивки вот так так процесс этого года кастом крафт совы в лунном свете на этот старт я соблазнилась совместным проектом от ольги хобби арт такие разные совы я на совместники падкая когда знаете вот такое собирается сабанту чик интересное движение я вспомнила что у меня тоже есть совы и открыла мой набор от кастом крафт это моя вторая работа в кастом крафт но первая сложная первая работа я вышивала петуха очень очень простой дизайн там все вышивалось группами большими пятнами легкая работа шла на ура а это уже вот кастом крафт скажем так классический здесь идет прогон по фотографии я знаю что кастом крафт покупают фотографии у фотографов в определенных фирмах очень хорошие фотографии делают прогон и получают вот такие качественные дизайны в начале прогоны не чистили и получалось не очень четкие картинки очень много одиночек и поэтому кастом крафт приобрел такую не очень хорошую скажем так славу теперь кастом крафт научились подчищать свои схемы и получаются уже очень хорошие качественные дизайны вот это дизайн уже в общем из подчищенных но все равно одиночек много смешений цветов много вы видите что сам дизайн выдержанных синий серых цветах поэтому изначально он непростой но когда эти все синие цвета перемешаны да то еще получается сложнее вот но даже несмотря на то что я была не самым добросовестным участником в апреле месяце стартов я вышила практически половину и даже несмотря что процесс вот не непростой и шел очень как бы так сложно вышивать можно идет в принципе нормально видите какой красивый получается результат реалистичный мне здесь все очень нравится но знаете сложновато мне было вышивать не захотелось переключиться на мои другие процессы которые тоже вот в папках томятся и ждут пока я его отложила ну может быть там по настроению зимой вернулась когда открываю любуюсь мне очень-очень здесь все нравится и я рада результату и так восемь процессов мы уже посмотрели осталось пять в моей руке вот такой вот рулончик очень даже большой и увесистый кого best x что же в этом рулоне а в этом рулоне следующий дизайн который я начала уже очень очень давно но вот как-то не сложилось так нет у меня с собой обложки потому что ну как-то отдельно лежат материалы уже ладно не буду доставать покажу просто дизайн все расскажу ссылки оставлю это дизайн сделай своими руками волшебные часы вышивается шерстью сам дизайн большой основа здесь 30 на 90 сантиметров почему 90 сантиметров потому что предполагается вышивать стойки длинные часовой механизм вот ну и верху часы я долго думала вышивать полностью не полностью решила что ну куда я полностью вот такой дизайн повешу и поэтому вот этот рулончик нижнюю часть я отрежу канва здесь 14 плотно хорошая она не пригодится для вышивок картины подушки да все что угодно вот ну а верх нужно дошить почему работа остановилась потому что здесь не очень качественные ниточки шерстяные рвутся перетираются утончаются нужно с ними аккуратно работать аккуратненько выкладывать крестики очень много мелкого бэкстича вот видите вот тут всякие оградки и дверки фонарики все 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 обшивается это шерсть сложно работать как-то на каком-то этапе я устала и решила отложить а потом отвлеклась как это обычно бывает и вот работа лежит и ждет но так как здесь практически половина а такие процессы они не могут быть забытыми потому что это всегда шанс быстро получить готовый результат вернуться и из-за каких-нибудь две недельки дошить вот поэтому в какой-то момент я обязательно вернусь и дошью этот процесс но пока пока лежит и ждет вот такой еще у меня будет интересненький дизайн еще один интересный дизайн это оригинальный набор от дома крафт утки-мандаринки большая работа 60 на 40 здесь представлен классический корейский рисунок выполнены тушью и красками подчеркнуты основные персонажи этой работы но и представлен стих корейского не знаю поэтому прочитать не могу и печать ав автора не знаю в кореи китай и по моему даже в японии было очень модно чтобы каждая картина имела какой-то стих да вот это стих и печать автора кто нарисовал эту работу вот здесь вот так выполнена печать печать вырезали на из дерева и вот в красный сургут не знаю в краску макали и делали ставили вот такую печать поэтому здесь тоже присутствуют я выполню все эти элементы я же не знаю кто автор насколько ценна эта картина развелали набор значит она как бы популярная корее да мне тоже в общем-то нравится так давайте покажу что мне есть этот набор примечательным для меня тем что на основе уже нанесена схема 14 каунт все не буду разворачивать вот покажу только половину там где у меня прошла работа вышелся у меня лотос и вот так по краю по краю немножко листья ну вот до правого края я не дошла начинала я эту работу как отдыхалочку как дорожный больше процесс и действительно я в дороге очень много вышивала в прошлом году в этом году я не так-то много работала с этой вышивкой но я когда открывал и начинал процесс я знала что я не не особо буду уделять ему время иногда и либо в дороге либо как отдыхалочку и он будет идти у меня и не знаю вот как будет настроение так и будут вышиваться даже если пять лет я буду вышивать вышивать для меня это не проблема когда-то вышлица и будет у меня большая шикарная картина на данном этапе вот то что есть в принципе достаточно много уже выше то вот буду дальше продолжать и конечно же вам показывать что да как следующий процесс связан у меня вот с этой картиной эту картина это первая картина которую я вышивала вот именно на конве самая первая картина у меня была на страймине потом когда я поняла что вышивка мне нравится и мне захотелось чего-то большего я стал искать в интернете поняла что можно там находить какие-то дизайн скачивать схемы можно купить нитки и просто вышивать и вот я гуляя по какому-то сайту увидела вот эту схему на тот момент я только переехала в Грецию и мне знаете вот такие были очень интересные чувства такие новые ощущения знакомства с новой страной мне захотелось вышить вот такие вот греческие вазы с узорчиками греческими я скачала схемку купила все в магазине и приступила тогда же познакомилась youtube вышивала эту картину под youtube здесь крестики не совсем ровные такие они корявенькие но тем не менее любимая красивая картина надо бы ее переоформить потому что она оформлена в обычную рамку с супермаркета сама тогда же пошла купила и оформила вот но не переоформляю потому что сейчас покажу потому что мне нужно вышить второй дизайн парни очень много у меня появилось образовалось долгов самой себе потому что я начинаю один дизайн в планах вышить второй второй парни переключаюсь и не вышиваю и вот поэтому у меня где-то что-то не оформляется где-то что-то у меня задерживается в общем вот мне нужно вышить второй дизайн от панны называется греческий полдень тоже будет натюрморт там вазы немножко другие здесь тоже персики немножко другой виноград немножко по-другому композиция но суть такая же ниточки все подобраны вот они дмс красивые хранятся уже давно основу взяла ту же самую чтобы не было разницы в размерах и не смотрелись они как-то по-другому когда-то начала отложила была разметка разметку смыла потому что побоялась что останутся следы и кстати вот сейчас я вижу что какие-то желтые линии все-таки остались они на камеру не видны но моим глазом я их улавливаю к счастью не критично она здесь зашьется и не будет видно но вот видите маркер все-таки такое дело не опасное вот красиво в общем то все получается и легко вышивается но у меня сейчас столько всего интересного что я просто не могу разорваться вот я думаю что когда-нибудь я к нему вернусь мне захочется чего-то легкого быстрого иногда такого хочется вот буду вышивать к тому же есть уже одна картина есть надо надо вышивать и вторую красиво оформлять вот такой у меня еще есть дизайн ну и еще один масштабный очень интересный это дизайн Надежды Антоновой сайт вышивай.ру в поисках золото 2 вот такой интересный дизайн покупала но тогда как только купила меня сразу забросали сообщениями что прогон будет ужасно там Юля не вышивай в общем столько всего поступило что я как-то сразу и обломалась но продолжала интересоваться этими дизайнами смотрела рассматривала и поняла что мне все таки нравится я посмотрела их отшивы много раз и я поняла что это красиво мне нравится да это прогон это не отрисованная схема но в итоговом варианте смотрится как картина это такая стилистика создание картины в схеме есть отрисовка есть прогон поэтому я решила все таки попробовать себя приступила вот вышила здесь практически один лист несмотря на то что там одиночки все остальное и вышивала вот по схеме схема здесь такая замудренная я этот лист вышла практически за неделю да можно вышивать и в принципе не так то это и страшно да как говорится а теперь когда у меня появилась схема петермейкер которую для меня сделала Светлана Волкова Светочка спасибо тебе огромное еще раз и переосмыслив снова этот дизайн подумав о том как нужно переорганизовать процесс я в принципе морально уже созрела и готова вернуться к нему снова сесть и вот уже как бы идти до победного конца но скорее всего это будет уже с сентября потому что сейчас у меня вот эти курсы да и может быть и можно было но я как то вот сейчас не хочу настраиваться на сложный процесс а вот с сентября уже я его поставлю на станок поставлю к себе на рабочий стол и не буду заглядывать на другие дизайны буду работать с ним я думаю что у меня все получится ну вот красиво все смотрится вышивается здесь ниточками дмс полукрестом в три нитки на восемнадцатом каунте основа бестекс вот так ниточки и все все я покупала на сайте вышиваю рун таким вот набором у нас все приходило вот такой у меня есть прекрасный дизайн ну и заключительный вот в такой красивой очень вкусной коробочке потому что здесь у меня были очень вкусные конфеты коробка большая конфет было много такая качественная поэтому я решила ее не выбрасывать а использовать под процессы и здесь у меня вот такая вот сладкая милота и красота это ангелочек с ягненочком дизайн буцила но разработка и комплектация девочек с сайта клубок желаний они комплектуют дизайны известных фирм Dimensions и буцила еще каких-то фирм которые вышли из производства комплектуют их ниточками ДМС Мадера и Гамма по-моему из трех палитр подбирают и создают наборы наборы очень качественные сделано все суперски посмотрите планшетки это заламинированные планшетки здесь указаны значки номера сразу если есть бленд тоже указано очень хорошая нарезка удобная то есть не короткие не супер длинные девочки подходят к вопросу с сознанием этого дела рукодельного как вышивается и как удобно рукодельница вот такая здесь у меня основа дизайн делали по моему запросу сделали очень быстро прислали скомплектовали долго я ждала когда дождалась приступила к вышивке но на какой-то момент почему-то я перегорела отвлеклась и все и не могла больше вернуться к этому дизайну что-то меня остановило ну вот сейчас смотрю и думаю что надо к нему вернуться очень мне нравится этот ангелочек и в оформленном виде вот я себе представляю это будет просто картина сногсшибательная поэтому надо 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 находить время и также уделять время этому дизайну вот у меня тут схемка карандашки мои органайзеры для иголочек все все тут у меня как надо все организовано хорошо бери да вышивай ну буду вышивать такую красоту я о нем мечтала об этом ангелочке поэтому обязательно найду время и оставлю вам ссылки на этот сайт там много всего интересного делают подарки для тех у кого день рождения кто делает заказы второй набор дарят в подарок кстати это так и есть я когда делала заказ заказ заказал один набор и второй мне действительно подарили есть акции часто проходят набор месяца по 50 процентов скидка на этот набор пройдет мне все очень понравилось и прекрасно альтернативой почему бы и нет я купила там пять дизайнов или шесть уже не помню было время и я закупалась вот такой дизайн ну что все показала как и обещала ничего не утаила все мои 13 начатых процессов какие-то как вы видите вышиваются более активно некоторые давно ждут своей очереди и также хочу сказать по тем процессам апреля месяца старта да вот что с ними произошло вот 9 у меня процессов было начато и из них 4 я уже закончила и 5 идет к завершению идет к этот процесс уже скоро будет у меня готов то есть из 9 4 на данный момент есть половина можно так сказать я этих процессов завершила я не только над ними работаю я их вставляю между моими новыми процессами но тем не менее не забываю и вышиваю так сложилось что у меня их собралось вот столько много надо уменьшать надо конечно взять себя в руки и больше работать больше уделять времени вышивкам меньше начинать но как я себе обещала в этом году никаких ограничений что хочу то и делаю хочу начинаю много хочу вышиваю вот у меня полная свобода и мне это нравится я получаю удовольствие от своего хобби от вот этой моей игры что-то начать попробовать что-то довышивать это своего рода игра мое развлечение мое отвлечение от будней от каких-то забот вот ну и на этом у меня все хочу пожелать вам хорошего настроения получайте удовольствие от вашей вышивки и конечно же последних летних деньков до новых встреч пока-пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч и до новых встреч до новых встреч